Девушки отдыхают Ты как нас нашел? Искать и находить, это моя работа Ладно, пора убираться отсюда, в лесу полноска Этаэлей Погоди, Вернен, нам надо поговорить О чем? Через несколько дней я отправлюсь в путь Возвращаюсь к ведьмачьей работе Даже если мы не успеем выполнить нашу миссию И могу я узнать, почему так? Трис знает, как вернуть мне память Тогда, может, сразу все бросишь? Зачем тянуть? Трис нужно время, чтобы подготовить заклятие Ты сдался, ты просто сдался А как же убийца королей? Ведь многие до сих пор думают, что это твоих рук дело Те, чье мнение для меня важно, знают правду Ты не можешь спокойно смотреть, если бьют собаку И ты собрался отпустить мерзавца, которого нам почти удалось загнать в угол Нет, все не так Я уже сказал, что несколько дней побудусь здесь Сперва поймаю тебе лето Так зовут убийцу королей Я знаю, как это сделать И как же? Тебе это не понравится Для этого нам придется взять в союзники с Каэтаэлей Да у тебя, смотрю, совсем чердак протекает Это Трис тебя насоветовала? Слушай меня внимательно Ты получишь убийцу короля в свои руки Я отдам тебе его или его голову После этого ты поможешь снять с меня обвинение И отпустишь во своясе А больше ничего не хочешь? Может, предложишь мне в благодарность заключить в объятии Йорвита? Йорвит не моя забота Я никогда не охотился на эльфов и не собираюсь Ладно, ладно, будь по-твоему Я вижу, ты уже все решил Но мы оба знаем, кто из нас нарывается Продолжение следует... 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 Крови все больше. В пещере увидим чья она. Продолжение следует. 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 Все вы сдохните! Будьте вы прокляты, Тхойне! Он держит пленных с Коэтаэлей. Золтан, у меня к тебе просьба. Валяй! Я слышал, что ты знаешь местных с Коэтаэлей. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Мне надо добраться до Йорвета. Знаешь что? Ты не думаешь, что у меня со с Коэтаэлями все схвачено? Йорвет меня терпеть не может. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей. Йорвет? Я думал, он обычный бандит. Ладно, нечего тут гузно просиживать. Пойдем, расскажешь все по дороге. Веди, Золтан. Кто тебе вообще сказал, что у меня есть контакты со Скаэтаэлями? Лореда. Ох, хер моржовый! Не подоградим! За что он хотел тебя повесить? За контакты с белками? Какие рвать, его мать, контакты? Встречал пару, да, конечно. Но чтобы контакты? Что ты знаешь об их командире? Говорят, Йорвет полный псих. Но Скаэтаэля слушает его, как родную мамочку. Знает, сучара, чего хочет. Надеюсь, что и мне расскажет. Я тебе скажу, что из двух Золтан Лореду самый вредный хер. Это потому, что он хотел тебя повесить? Он настраивает местных против нелюдей. Ходят слухи, что он снюхался с Каэдвером. Зачем ему это? Он хочет денег, богатства. Каэдвер охотно присоединит к себе очередной кусок земли. А Лореда получит свои привилегии. Пойдем, нам еще порядком топать. Надо забраться глубже в лес. Надеюсь, что они не сменили пароль. Ты знаешь их пароль? Во что ты играешь, Золтан? Ты ведь знаешь, что можешь мне доверять. Я знаю, но с Каэтаэля мне как-то предложили покомандовать отрядом. Ничего удивительного, что Лореда хотел тебя повесить. Но я же не согласился. Пришли. Тут я с ними и встречался. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Что? Не, Геральт, я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль, но все-таки не загибай. Скажи пароль. Кому? Быстрее, они нервничают. Хайдегер. Я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту. Зачем? Если бы мы хотели поболтать с тобой, мы бы не спрашивали про твоего командира. А Йорвит не хочет с вами разговаривать. Этого ты знать не можешь. Идите отсюда, пока целы. Вы двое нас напугать хотите? На дереве еще четверо. Откуда ты знаешь? Я слышу их дыхание. Один из них болен или нанюхался фиштиха. Как? Откуда? Дышит он странно. Ну что, обмякли эльфи и петушки? Мы просто хотим поговорить с Йорвитом. Ждите на поляне. Краснолюд ты знаешь где. А мы сообщим Йорвиту. Вот и сообщите. Пойдем, Геральт. Я знаю, что они навертели. Я там бывал уже. А в чем дело-то? Это место – логово здоровенного монстрика с раковиной на плечах. Глава глаза в этих местах? Мне казалось, это невозможно. Ну, не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Нас отправили аккурат в ловушку. Возможно. Идем. Вот мы и на месте. А это свиноморде рыщет внизу. Как раз там, где мы должны были ждать Йорвита. Точно. Что будем делать? Давно я не дрался с главоглазами. А я рвать его мать и вовсе никогда. И об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший? Долго рассказывать. Жизнь – говно. Эльфы говорили об этом месте. Только вот приближается к нам совсем не эльф. Ну, это уже по твоей части, Кир. Чудища и моя специальность. Кир. Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя все равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. Чего ты хочешь, Ватгерн? Говори, пока я не убил вас обоих. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснялен мертв. Его бойцы попали в засаду и были убиты две недели назад. Ложь долго не живет, Гвинблейд. Киаран сейчас на барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Если то, что ты говоришь, правда, Дхойне умрет. Но одних слов недостаточно. Чего ты хочешь, Йоргет? Тебе не понять. Ты прячешься по лесам, убиваешь несчастную деревенщину, жрешь корешки. Мы живем по собственным законам. Делаем то, что должны. Если видишь цель в конце пути, можно вынести очень многое. И что ждет тебя в конце пути? Какое тебе до этого дела, Геральт? Эссе от ват, Герн. Ты же все послал Айпарсе. Я не все послал Айпарсе. Моя жизнь теперь зависит от твоей прихоти. Потому я и спрашиваю. Вот что я тебе скажу. Два короля, которые были убиты, это два сукиных сына. Они бы детей своих на плаху отправили, лишь бы сохранить власть. Но на Востоке есть тот, кто по праву заслуживает короны. Наемный убийца оказался еще и предателем. Пока у нас есть только его слово против твоего. Кто он такой, что ты так ему доверяешь? Дхойни, который выполняет грязную работенку для Скайта Эли? Он согласился исполнить должное. Он доказал, никто не может считать себя неприкосновенным. Ты убиваешь жителей Флотзема, забывая, что среди них есть и эльфы, и краснолюды. Какие они эльфы? У них отняли уважение к самим себе. Приказали жить и умирать по людским законам. Они еще больше тхойны, чем ты, Геральт. Ты все еще доверяешь этому убийце? Возможно, ты лжешь. Значит, Киаран тоже лгал. Это несложно проверить. Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? В руинах Калмевед. Он почему-то любит это место. Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Зачем тебе смерть Фольтеста? Может, Фольтест казался очаровашкой, но посмотри правде в глаза. Кем он был на самом деле? Именно он позволил преследовать в Тимерии старшие расы. Он был обычным тхойны. Но его смерть дала гораздо больше, чем смерть любого другого. Встретимся на месте. Мне надо подготовиться. Во файл, Гвинблейд. Только не пытайся хитрить. Я пришел сюда с тобой. И вернусь с тобой. Нет, Золтан. Твое присутствие может вызвать подозрения. Как хочешь. Только не строй из себя благородного. Продолжение следует... 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 Дай мне мой меч Вдохни Придется тебя убить Попробуй, я все-таки не король Жаль, что мы стоим по разные стороны Я вижу, драться ты не разучился Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил Вольдесна Зал виноват Нечего строить из себя телохранителя Зачем ведьмаку убивать королей? Я был ведьмаком Много лет назад А теперь ты наемный кронила? Поздравляю Ты должен был сдаться, пока была возможность Руки помнят Этого дикая охота у тебя не отняла Хватит ведьмака и нескольких эльфов, чтобы убить короля А знаешь, сколько людей с радостью помогали нам? Ты думаешь, они все будут молчать? Время Йорвета подходит к концу Остальные понесут кару за то, что породили хаос Тогда почему? Ты был одним из нас, Геральт Ты спас нас Теперь мы квиты Твоя ведьма разбирается в чарах Как думаешь, у нее получится телепортировать меня в Айдирн? Пусть только ведет себя хорошо Я найду тебя Значит, до встречи, Вайдирне Где Роше? Мы убили нескольких его людей Остальные бежали Где Лето? Мертв? Скоро будет во Флотзене С чего ты взял? Он хочет захватить Трис Мне надо идти Убей его Прежде чем он свяжется с остальными А вот не надо было доверять Тхойне Идем Нет, Геральт Нам туда нельзя Гарнизон Ну, конечно Я и забыл, какие из вас вояки Май ты тайрда, Гвинблейд Удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все здесь, уселись, но стало быть, слушайте Не так уж и давно прижил наш король Фольтес дочурку И звали ее Адой А как девица умерла, проклял ее злой колдун да так Что и после смерти она покоя не знала Во как! Обратилась королевская дочка в стрыгу Выходила по ночам из саркофагу Шастала по Визиме, людей невинных, как крольчат, резала Стало быть, король испугался и пообещал награду тому, кто проклятие снимет Сперва много было охотничков, да скоро все вышли А потом в Визиму пришел ведьмак Послушал, что народ говорит Посмотрел на следы стрыжьих когтей, да и согласился Всю ночь бились ведьмак и упырится Он ее выматывал, за собой водил От ее когтей уворачивался, чуть голову свою не сложил, но убивать королевскую дочку не захотел Никогда стрыга такой силищи в людях не видала Напрыгалась, умаялась, да и склонилась перед волей ведьмачьей Ведьмаки, они лучше других умеют чары снимать Этот тоже знал, как развеять проклятие Закрылся он в ейном саркофаге, рядом с ейной покойной матушкой и стал ждать утра Как петух в третий раз прокричал, так чаром и конец пришел Превратилась стрыга обратно в принцессу Только вот не сразу проклятие спало Едва не помер ведьмак, когда упырится на него в девичьем обличье набросилось Нашли ведьмака королевские люди, смотрят, а он едва кровью не изошел А принцесса жива, живехонька, только умом слабовата Так и вернул себе король Фольтест любимую дочку Не часто такое бывает на белом свете, а все-таки случается Скоро мы покажем этим нелюдям, где их место Слетелись, стерлянки Слишком мы с вами были добрыми, нелюди Ага, разжарели на наших кровных денежках Гляньте-ка, люди, еще одно чучело Тебе чего здесь? Оставьте краснолюда, он вам никакого вреда не сделал И правда, это ведь наш сосед Пора по домам, мужики Спасибо тебе, ведьмак, если бы не ты Спрячься, люди с ума посходили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы убиваете невинных? Невинных? А кто наших в лесу перебил? Те же вонючие нелюди Пади прочь, стихоплет сраный Не то мы и тебе ножиком по горлышку проедемся А теперь, добрые люди, возвращайтесь ко по домам Иначе отведаете ведьмачьего меча Ну так что, трактирщик? Сына у меня убили, сына! Эльфы проклятые, пускай кровью платят Эти эльфы не имеют отношения к убийству твоего сына Нельзя проливать их кровь Если подумать, вы все вообще ни при чем Идите-ка, люди по домам Благодарю тебя Благодарю тебя, Гвинблейд Без тебя нас бы разорвали Нам надо уходить отсюда Будьте осторожны Кто тут распаляет народ? Доказательств у меня нет, но думаю, это Лоредо Властители всегда ищут объяснения своим ошибкам и неудачам А людей надо развлекать И все равно как, жестокостью или шутками Этот город никогда не будет прежним Пришел час презрения Как дошло до погрома? Говорят, это месть за солдат, которые ходили с Роше Но Лоредо нанимал обычных разбойников Они в городе никто и не заплакал Словом, спонтанные взрывы ненависти Лоредо как будто ни при чем и умывает руки А его головорезы распаляют народ Я видел несколько солдат в штатском во главе толпы И ничего ты ему не предъявишь Я и не собираюсь Почему стражники ничего не делают? Так ведь белки перебили их дружков А Лоредо никаких указаний не давал Мы должны найти Трис Ты знаешь, где она? Она собиралась к Шаале А та снимает комнату в трактире Я рассказал Трис, что Золтан чинил мегаскоп Пойдем Нужно поторопиться На счастье, я раздобыл ключ от Кнезда Шкашиалы Не спрашивай меня, как Это тайно Пойдем Спасите! Как на бойне Не время сомневаться Да она пропала Смерть! А это что за пугало? Это тот волшебник Оставьте их Они вам никакого зла не сделали Это ж почитай наши соседи Ну, пора расходиться Спасибо тебе, Милдаль А то я уж лезвиями с ребрами чуял Мы же им ничего плохого не делали За что же не нас так? После каждого поражения ищут виновных Думайте, что делаете Вся фактория кипит Кровь У меня дурное кончувствие Лишь бы с Трис Ничего не случилось Все это не к добру Может, по следам что-нибудь разузнаем? Это подручные шалы Ему свернули шею Ран нет Это не его кровь Трис вошла Свернула шею стражнику А потом Поранилась? Не понимаю Все перевернуто Кто-то не церемонился Не понимаю Здесь должен был быть кто-то еще Много крови Слишком много Лютик, смотри Это что? Тут дырка в стене Через нее могли подглядывать С той стороны находится бордель Может, мадам видела Что здесь случилось? Идем Девушки отдыхают 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 Закрыто. Приходите после. У меня девушку убили. Это Дерре. Геральт, это была ее комната. Что случилось? Убили ее. Вчера еще ее любили. Пили с ней вино. Красоткой называли. А сегодня пришли в пятером. Все пьяные от крови. Слова поганые говорили. У нее был клиент? Нет, она была со мной. Что вы так смотрите? Я хотела ее успокоить, утешить. Это вообще не наше дело. Я надеялся, что ты расскажешь мне, что случилось в соседней комнате. В стене есть дырка. Ну, если вы были заняты... Мы были заняты. Но потом услышали разговор за стеной. Шиала всегда накладывала заклинания, так что ничего не было не слышно, не видно. Но в этот раз нам ничего не мешало. Мы начали подглядывать. Я смотрела первый. Там была эта рыжая чародейка, и с ней Седрик. Наша пропитая экс-белка. Рыжая подошла к магическому зеркалу и говорит. Посмотрим, с кем в последний раз говорила королева льда. Это она, Ашиале. Даже я это поняла. Тут она замахала руками, выкрикнула заклинания, и в комнате появился мужчина. Он выглядел так, что Дере аж пискнула со страху. А когда я отпихнула Дере, в комнате был уже другой человек. Женщина. Трис звала её Филиппой. Здравствуй, Филиппа. Трис, хорошо выглядишь. Зачем ты пользуешься мегаскопом Шаала? Никогда не поверю, что она тебе разрешила. Это же как одолжить зубную щётку. Шаала ни о чём не знает. Зачем Шаала приехала во Флотзам? Это деликатное дело. Нам нужен кто-то при Хенсельте, а он, как известно, ненавидит чародеек. Да, это так. Единственный сын Хенсельта погиб на охоте три года тому назад. Королю не удаётся произвести нового наследника, как бы он ни старался. Шаала утверждает, что сможет исцелить королевский прибор. Но для этого ей нужны очень редкие ингредиенты. Которые она собирается извлечь из Кейрена. Именно. Таким образом, по правую руку могущественного короля снова окажется чародейка. Вот и всё. Больше я ничего не знаю. Лютик, ты знаешь, о ком идёт речь? Кто это Филиппа? Филиппа Эйльхарт. Чародейка-советница короля Родовида Риданского. Она достигла вершин мастерства на самой смердящей кухне мира. В политике. Она кристально аморальна и абсолютно лишена совести. Уникальное явление в своём роде. Последнее время поговаривали, что она попала в немилость при дворе Ридании. Если это так, то она, вероятно, покинула столицу. Где Трис? Что с ней? Я не знаю. Я только слышала разговор. О нём я уже рассказала. А потом пришли убийцы. Избили меня и зарезали Дэра. И я слышала, что в соседней комнате кто-то дрался. Чародейка кричала. Потом убийцы пошли искать новых жертв. И я выглянула наружу. Мне показалось, что я видела Седрика. Он брёл переулками в сторону леса. И его сильно шатало. Спасибо, Горвена. Я у тебя в долгу. Ведьмак, постой. Передай Йорвету этот список. Что это? Имена и прозвища убийц Дэра. Йорвет поймёт. Ты шпионишь на Йорвета? Я помогаю ему время от времени. Просто передай ему список. Я посмотрю, что можно будет сделать. Но ничего не обещаю. Лютик, жди меня здесь. Я иду за Седриком. Кровь Седрика покажет, куда он пошёл. Кровь Седрика покажет, куда он пошёл. Седрик, где ты? Что, на солнце хотелось? Сколько крови. У меня мало времени. Он пошел медленнее. Слабеет. Он не мог уйти далеко. А с Кейтейли даром времени не теряют. Этот мужик не поможет мне найти Седрика. Каэдмиль. Гвинблейд. Я уже не чувствую боли. Я всегда хотел умереть среди деревьев. Что произошло, Седрик? Трис попросила помочь. Я убил Дхойне, который охранял дверь, и мы взломали ее. Я убил еще Дхойне. Я знаю. Где Трис? Что случилось? Пришел ведьмак. Он бросился на нас. Я пытался защитить Трис, но он слишком быстрый. Он ударил Трис. Она не успела произнести заклятие. Он знал, как бороться с чародейкой. Потом велел ей запустить мегаскоп. Сказал, что ему нужно Вайдирн к Вергену. Это краснолюдское поселение. Трис сказала, что это безумие, что нет координат. Он так на нее посмотрел и говорит. Ты уж постарайся, потому что тебе идти первый, а я буду сразу за тобой. Потом я потерял сознание. Когда очнулся, их не было. Я знал, что умираю. Лес меня зовет. Зачем, Седрик? Зачем ты в это впутался? А ты? Иногда просто так надо. Я говорил, что у меня бывают видения. Поэтому я и пью. За хмелем ничего не видишь. Ничего не чувствуешь. Тихо, Седрик. А теперь я все вижу. Ты должен вернуть память. Только так ты поймешь, кто и зачем убивает королей Дхойне. Как это сделать? Вайдирне. Вместе с зараженным черной магией духи умерших выйдут на великую битву. Спаси их души. И вернуться в воспоминания. Что это? Лес? Они здесь. Они пришли попрощаться. Мой лес. Вафайль. Гвинблэйд. Прощайте. Геральт, куда ты подевался? Убийца королей. Халера. Ушел прямо из рук. Сбежал? Телепортировался в Эйдирн. То есть как? Заставил Трис его перенести. Курва! Роше велел тебя найти. Мы отплываем. У него появилась новая информация. Скайтаэли вот тоже что-то готовят. Что планирует Роше? Он очень ругался на Лореда, значит, думаю, дело в коменданте. Что-то очень серьезное. Что затевают Скайтаэли? Они хотят отбить барку. Им нужна твоя помощь. Когда это ты примкнул к Скайтаэлям? Да не в том дело. Их забирают в Дракенборг. Это лагерь для нелюдей. Долбанный памятник людской ненависти. Я поговорю с ними. Может, Роше или Скайтаэли хоть на что-нибудь пригодятся. Аплодисменты. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...